Всем огромный привет! Я Мариша Пастухова. И теперь вы в моем маленьком царстве. Вот такая маленькая у меня мастерская, но она моя. Это мое пространство, где я могу сама себе быть хозяйкой. Никто мне не мешает, никто не просит у меня пить, покушать, как это у меня часто, когда я работала у себя на кухне. И начну я такой вот такой обзорчик. Так, это старый наш холодильничек. Он рабочий, все классный. Это когда мы с мужем поженились. Это был наш единственный кормилец, так как семья у нас в разы увеличилась. Он для нас маленький. Так, естественно, морозилка. Это моя последняя закупочка. Здесь я храню свои ниточки, ну, обыкновенные нитки, иголки. Это коробочка с подпечением металлическая. Так, здесь у меня фетр, клей и газ. Сейчас фетр я храню в вот таком боксе для бумаг, очень удобно. И клей так же самое. Килограммчик высыпала, парочку туда спокойно помещать. Так, вот мои ленточки. И столик. А так же у меня есть кровать. Когда мне муж ее сюда затащил, я говорю, зачем мне кровать? Может мне надо какое-нибудь кресло? Говорю, так, ставить ее негде, пускай будет пока здесь. Теперь я очень обрадовалась, я не зашел в жизнь и ее не отдам, свою кровать. Потому что, как вы знаете, под заказ мы можем работать и час, и два, и три, и пять. И сидеть очень болит спина. А здесь получается песня. Смотрите, какую я лампочку себе купила. Да, вообще, я ей до такой степени довольна. Считаю, что, не знаю, самым главным моим приобретением. Сейчас я вам покажу. Вот такая она длинная. Она вытаскивается. Вот. Вытаскивается, как мне удобно. В какую угодную сторону. И, видите, облокотилась я подушечку, вытянула ноги, включила себе орел и решка, которую я очень люблю. И работаем. Вот у меня столик пластмассовый. На него я поставила стекло. Рядышком у меня паяльничек по правую руку как раз ко мне. Включила. Режем ленточку. Не рабочее место, а песня. Лично для меня я просто здесь серьезно отдыхаю. Серьезно отдыхаю, где нет у меня посторонних. Так. Покажу я этот уголочек. Так, мельком, можно сказать. Это у нас побежали ко мне мастерскую табунами лошади, собачки. И поросятка, водяные пистолеты. Ну, понятно, это детские игрушки с улицы, потому что девать их некуда. Домой я их тоже себе не принесу. А так будем ночевать аккуратненько в коробочке. Будем вместе зимовать. Можно так сказать. Так, теперь я покажу. Здесь у меня лежат бусинки и заколки, зажимы. Сейчас покажу. Купила коробочку на укропочке. Очень удобная вещь. Советую также. Естественно, я ее обклею. Я купила красивую бумагу с розами. И будем обклеивать. Вот такой у меня получился огромный органайзер для зажимов, резиночек. Я купила бумагу с розами, такая красивая, и я ее обклею, и будет классно. Зато здесь все помещается. Она глубокая, очень плотная. Автоматики, новые резиночки наши, нейлоновые. Все хорошо помещается, плотно закрывается. Вот такой я себе купила новый органайзер. Они для продуктов. Но тоже классные. Они очень вместительные. И плотно закрываются. Будем пробовать. Также у меня здесь лежат, это именно бусы. Бусы, бисер, бусинки, пайетки. Делаю бижутерию, но делаю зуба для себя. Не продаю пока. Хотя, может быть и это. Когда-нибудь будем. Так, здесь я показываю, это мои серединки еще. Вот там пчелки, бабочки, короны, микки-маусы. Вот лежат все аккуратно и удобненько. Так, вот это моя, кстати, мусорка. Коробка с под обуви. Большая нужна мусорка, потому что эти треугольнички разлетаются по всей площади, которую только можно. Так же я отвечу на вопрос за оптовые склады. Почему иногда на них, как бы, не обязательно на них скупляться. И у тех девочек, которые продаются на метраж, цены практически одни и те же. Ну, там разница 30-40 копеек. Объясню, почему. Объясню, почему я все-таки скупаю, покупаю на складах. Так, вот у меня такая есть. Это обыкновенная сушилка для посуды. В нее я вставила свои линейки. Сейчас я вам цвет покажу. Линейки, ножнички, кусачки, карандашики, все, что нам надо. Это мои выкройки, которые я не совсем еще доделала. Самые такие ходовые здесь. Видите, как хорошо, мне очень нравится. Все видно, все цвета, все оттенки. По сравнению с ящиками, я когда сначала купила, вот смотрите, я себе купила полочку для обуви и сложила как там наверху, например, два с половиной, ниже, там пятерочки. Ну, оказалось, света здесь мало не хватает, не видно оттеночков. Очень неудобно перелаживать, перекладывать, передоставать эти все бобины. И все-таки я выложила их себе на глаза. Вот. Так. Вот они у меня органайзеры еще. Это органайзер дочкиной браслеты. Это, кстати, я купила, по-моему, в стройматериалах. Стоит она раз в пять дешевле. Очень глубокие ячейки. Очень вместительные. Единственное, что она полностью не прозрачная. Но это не катастрофа. Да, очень удобные. Также вот в таких вот у меня кулечках с замочками для заморозки мелочи жизни находятся там атлас, кружево. Также у меня лежат ленты. Люблю вот эти почтовые коробки. Они очень плотные. Это атлас от 0,6 до 1,2. А и двойка у меня тоже лежит здесь. А из-под обуви... Так, объясняю я. Очень много мне вопросов. Говорят, ты недавно там закупалась ленточная и цены практически такие, как и на оптовых базах. Объясняю почему. Потому что те, кто работает оптом, у них закупки на 20-30 тысяч. То есть у них уже входит туда бесплатная доставка, которую мы оплачиваем. А если это новая почта, там и 40, и 50 гривен, а нам надо цену ленты еще вбить в доставку, они закупаются так, что у них кроме бесплатной доставки еще и скидка 20-30%. Вот из-за чего и цены у них практически такие. Потому что это мы зарабатываем, когда делаем свои изделия, мы делаем накрутку 200-300%. А те, которые торгуют материалом, ну потолок у них 20%. И как раз эти 20%, которые скидывает база, они, ну там небольшой навар, они и торгуют. Из-за чего, например, я большинства, вот я закупалась белой лентой, ну потому что я знаю, это сезон и она уйдет, и белая лента нужна всегда. А такие цветные, тем более там какие-то кружева, мне легче пойти взять 5-10 метров. Особенно сейчас есть магазины в каждом городе, договориться, встретиться, взять 5-10 метров и без проблем на работу. Потому что цены 20-30 копеек, это не катастрофа. А какой-то сиреневый там, или ярко-малиновый, или там светло-сиреневый, и темно-сиреневый, мне не нужно столько кружева. Из-за этого я обращаюсь в такие маленькие магазинчики, которые работают с большущим оптом, с этими базами, которые так же само можете заказать и вы. Ну, это не всегда. Например, для меня это не очень выгодно. Белая лента, да, обручи, там взять 10 штук, до минимальной закупки, до какой-то или скидки, или бесплатной доставки, да. Остальное я обращаюсь по таким же самым магазинчикам. Там 44 тысячи маленьких полубусинок мне не нужно. Даже белых. Зачем мне эта упаковка? Тем более времена меняются, лента меняется. Я думаю, лучше что-то новое. А меняется каждых 2 месяца. Ну вот, девчонки, вот такие вот у меня видео. Сейчас мы еще залезем под стол. Я вам покажу еще свои ягодки, как я их храню. И репсовые ленты. Репсовые ленты также у меня и хранятся. Ну вот, вытянула я свои коробки из-под стола. Вот этой большой коробки я храню цветы, ягодки. А, кстати, видите, какая классная штука. Я вам сейчас ее разверну, покажу. Это, не поверите, я купила в секонд-хенде вот такую сари. Сейчас я разверну. Здесь куча бисера. Не знаю, миллион пайеток. Смотрите. Не поверите, я ее купила за 15 гривен. Вот такая вот ткань. 2,8 метра. Расшитая полностью вот такими стразами. Мне, конечно, больше такая не попадалась. Но, как бы, я вам советую магазины секонд-хенда, особенно вот эти вот индийские одежды, не проходите мимо. Очень классная штука. Очень много, очень много крупных вот таких элементов. Так, вот у меня здесь лежат ягодки, цветочки. Они уже многие очень... Ну, венки вообще вышли из мудрости. В нашем Донецком регионе их не носят. Я сделала за все лето всего два венка. Больше мне их не заказывали. Так, следующие это мои вот этот кулечек. Я как его приобрела. Так он у меня здесь и лежат. вот здесь у меня лежат обручи, клип-клапы, упаковочки клип-клапов. Отдельно вот у меня пакет с пластиковыми обручами. вот у меня например пластиковые там белые это 1,2-1 см. ну и тому подобное. И естественно моя коробочка с которым я уже снимала видео моих коллекций репсовых лент. Естественно она постоянно пополняется. вот она моя икейская коробочка здесь у меня так они у меня и лежат. Ну все как вам моя мастерская естественно я в своей группе в Одноклассниках сделаю альбомчик и будем хвастаться у кого какие рабочие места. Мне очень любопытно посмотреть какие-то может быть ноу-хау какие-нибудь органайзеры интересные вы придумали вылаживайте вы давайте делиться друг с дружкой я сделаю отдельный альбомчик также я завела альбомчик тоже в Одноклассниках в группе мы будем многие у меня просили сделать альбом те изделия которые вы сделали по моим мастер-классам он уже сделан и заходите ну все с вами была Марина Пастухова всех жду на следующих мастер-классах пока-пока мастер-класса мастер-класса